Поскольку мы вычислили значение суммы Гаусса для любых натуральных чисел, то можно взять два нечетных простых числа, разных по ИКУ. Для каждого из них у нас есть формула, и для произведения есть формула. Давайте напишем все это. Вот смотрите, пишем S от произведения БКУ, как 1 плюс И в степени минус БКУ разделить на 1 плюс И минус 1 корни из БКУ. Сумма Гаусса от произведения БКУ. Но по определению сумма Гаусса равна вот этому. Вы помните, что если х пробегает все значения от 0, как и у 1, а у, все такие значения, то вот это пробегает все возможные остатки от деления на БКУ. Замечательно. Теперь возводим в квадрат. Замечаем, что 2КУ и х по и крик при делении на БКУ целое число, поэтому просто можно это не писать. И выражение превращается в произведение двух сумм. Мы, когда занимались суммами Гаусса, то доказывали, что вот такое выражение это символ Лежанта Куба Пэ умножить на обычную сумму Гаусса, но здесь никакой Куб нет. Замечательно. Значит, у нас есть для этого такое значение. Символ Куба Пэ умножить на 1 плюс Ги в минус Пэ или на 1 плюс Ги в минус Пэ корни из Пэ. И, соответственно, значение для этого. Теперь приравниваем курием из ПКУ. Вот с этими можно убрать. И получается, когда мы вот это все отправим в левую часть, формула для произведения символов Ги Жанта. Почему это и есть наша любимая минус единица в степени П-1 пополам Ку-1 пополам? Ну, один из способов объяснения такой. Представьте себе, что П сравнимо с единицей по модуле 4. Тогда в этой формуле везде можно просто заменить П на единицу. И замечательным образом единица плюс И в степени минус ПКУ сократится с имеющимся в знаменателе единица плюс И в степени минус КУ. Ну, и единица плюс И в минус 1 сократится с единицей плюс И в минус ПКУ. То же самое, если КУ сравнимо с единицей. Потому что П и КУ входит симметрично. Осталось рассмотреть случай, когда П и КУ – это тройки по модуле 4. Ну, так можно просто посмотреть, подставить. Потому что, смотрите, единица плюс И в минус 9 – это то же самое, что единица плюс И в минус 1. Значит, у вас в числителе будет единица плюс И в минус 1 – два множителя. А в знаменателе будет, наоборот, то же самое, только с единицей плюс И в степени минус 3. Когда вы возводите в квадрат единица плюс И в минус 1, то вы получаете 2 И в минус 1. А в знаменателе, соответственно, возведя в квадрат, вы получаете 2 И в степени минус 3. Двойки сокращаются. Когда вы делите И в минус 1 на И в минус 3, то вы получаете И в квадрате, то есть минус 1. В общем, господа, знания сумм Гаусса для простых чисел П и КУ разных, нечетных, позволяют доказать квадратичный закон взаимности. Продолжение следует...